13.06 в Кирове, начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов, Володя Трастов. Привет, Светлана. Я тебя хочу попросить рассказать нашим слушателям про ваш новый проект. Это совместный проект газеты «Репортер» и Елены Шмулевич. Хорошие новости. Который не является вашим штатным журналистом. Совершенно правильно. Я понятия не имею, как собрался этот проект, понятия не имею, как они пришли к договоренности. Но, честно говоря, появление Лены, во-первых, меня радует, потому что я считаю ее вполне профессиональным журналистом, своим собственным стилем. И кому-то эта стилистика нравится, кому-то не нравится. Но, в целом, мне кажется, это прикольно. Суть проекта. Суть проекта очень... Ты же посмотрел оба выпуска? Да, конечно, конечно. Два выпуска. Вчера был свежий. Лена рассказывает о весьма животрепещущих вопросах. Но рассказывает это в иронической, легкой, миновесчивой манере. Чего в Кирове практически нет. То есть здесь лишь вариант, когда мы чересчур серьезны, лишь когда мы чересчур легкомыслины. Здесь что-то среднее получается. Мне нравится. Какое количество читателей, зрителей это все привлечет, непредсказуемо. Потому что первый просмотр был с очень хорошими показателями, второй слабее. Я думаю, что это долгоиграющая вещь. Она может продолжаться месяцами. На самом деле и темы были выбраны несколько разные. Если в первой программе обсуждался уход Победы из Кирова, и, извините, под заголовком «хорошие новости», да? Да. То во второй программе, во вчерашней программе, мы говорили, мы слышали про открытие аквапарка. Тоже хорошая новость. Тоже хорошая новость. Да, прекрасно. Реакция на победоносную, победную программу, на первую программу какова вам? Ну, реакция – это реакции. Ты имеешь в виду реакция комментаторов-читателей? Понятия не имею. Со стороны читать? Понятия не имею. Я смотрел комментарии, там уже повторяется многократно, повторяем, на несколько позиций. Первое – мы убрали жуликов, ну, этих подонков, которые победа, которые драли страшные дотации из Кировской области. Второе – люди, которые говорят о том, что, ребята, а вы не забыли, что аэропорт датируется? И, как бы, уход победы не изменяет необходимости датировать его. То есть вы ничего не перепутали там. Третье – это чиновники, которые говорят, что наоборот, все замечательно и прекрасно, мы даем равные позиции. Четвертое – говорят о том, что чиновников вы заставите из своего кармана платить билеты. Вот тогда они удумаются. На что отвечают чиновники, потом подключаются первые, люди вторые. И это холивар, который продолжается и продолжается. Неинтересно. Скажи, пожалуйста, ну это такой тест, я на самом деле, для чиновников наших, для новой команды. Чувство юмора присутствует? Они поняли? – Я думаю, что им это не очень интересно даже. – Как это? – А просто как бы не очень интересно. – Это же хорошие вопросы. – Вопрос решается в производственном порядке, не спеша. В соответствии с… – Реакция на проект со стороны правительства была? – Я не видел ее, как ранее. Не слышал, не видел, не знаю. Не знаю. – Ладно, хорошо. Что касается аквапарка. – Боже. – Вот ты поклонник аквапарка, скажи, пожалуйста. – Я сначала даже сам написал пару. – У тебя дети, в конце концов? – Да, дело в том, что мы ездили в Казань пару раз. Ну, честно говоря, Казанский аквапарк меня полностью устроил, потому что дети там в сутки, они занимались черти чем, бегали, прыгали, скакали, им было чем заняться. Я не сходил в этот пристрой к Сельмашевским баням, которые они называют аквапарком, и не уверен, что пойду в ближайшее время. Но везти детей для того, чтобы они за 400 рублей, там, два часа катались с трех горок, во-первых, достанет кататься. Я не понимаю, что я буду там делать, смотреть на детей, катающихся с горок, и два раза скачусь сам на горках, да? Плюс, ну, меня вообще это все повеселило, и Скобелкин, который рассказывал, Дортрансбанк, который рассказывал на открытии о том, что мы кредитовали это вдающееся произведение искусства, там, люди какие-то выступали с поздравлениями. И вот эта концовка горочки мне очень понравилась, где горка кончается тупиком. То есть вот спасатель в репортаже, Шмулевич, он объяснял, что ничего страшного, они проверяли, тестировали. Шансов на то, что человек с разгона в эту горку воткнется, в тупик нету. Ну, во-первых, надо экстремальное тестирование, то есть когда-нибудь разогнаться, там, подобрать по весу и посмотреть, то есть докатится, не докатится. Но в целом это, с моей точки зрения, непродуманная вещь. Я не понимаю, каким образом деньги затраченные отобьются, это уже чисто маркетинговая вещь, не понимаю. И, ну, меня вызывает весь этот проект скептическую смешку. Вот интересный проект, который у нас скрывается, да, развлекательный проект. Ты же видишь, ты же ездишь по Октябрьскому проспекту, ты видишь, как растет колесо. Растет колесо. У меня, тебе сразу скажу, неоднозначные ощущения каждый день, потому что я каждый день по этой дороге, да, с колешом. Неоднозначные, чем тебе мерещится профиль-крепостоловок. Я не знаю, то ли я люблю, то ли я ненавижу этот проект, потому что, с одной стороны, он завораживает, понимаешь, вот воздвигается такая огромная махина. Ну, ты написал мне, мы станем Лондоном, я понимаю, да. Да, то есть то ли... Колесо обозрения. Да. С другой стороны, он пугает немножко. А у тебя какие ощущения? Нет, у меня никакие ощущения, потому что я давно не ездил по Октябрьскому, между прочим, не мой маршрут. Но несколько человек уже фантазировали на тему того, что что будет, если вдруг оно сорвется, покатится через Макдональдс. Я говорю, прекрасный фейковый вариант, прекрасный. То есть кто-нибудь бы снял такую компьютерную штучку, мы бы посмотрели, как колесо катится. В целом, ты как человек, который в маркетинге разбирается, как можешь характеризовать проекты, на которые идут наши бизнесмены в развлекательной сфере? Они очень странные. Они категорически странные по двум причинам. Первое, люди все равно пытаются заработать копеечку. И вот эти два желания, с одной стороны, сделать что-то якобы как бы благотворительное, а с другой стороны, все равно заработать копеечку, они у них постоянно путаются. То есть наступают друг другу на пятки. И с этим все связано. То есть открываются какие-то вещи, но там не доделано, не доложено, не докручено, не довинчено. То есть не доведено до ума. А это, на мой взгляд, это всегда незаконченность. Это не всегда хорошо. О чем нам говорят? Почему так происходит? Ну, это происходит потому, что... Денег не хватает? Нет, дело не в деньгах. Дело в том, что сделать хорошо какую-то одну вещь гораздо труднее, чем сделать плохо три. Поэтому делается три. Потому что это легче. Делается плохо несколько вещей сразу. Долго, хорошо, на всех углах. Ну, потом вот оборачиваться пшиком, но все поговорили. СМИ заинтересованы, люди распространяют новости. Все говорят, все вспоминают. Замечательно. Есть с чем помериться, ребята. То есть этого достаточно? Я думаю, что да. И ситуация, судя по всему, не изменится? Нет, она не изменится. Кружно в каких-то серьезных проектах в этой сфере, что я не знаю. Я знаю, сколько стоит аквапарк. Совершенно случайно. Летом я интересовался этим вопросом. Он стоит 2,4 миллиарда рублей. Естественно, это долгоиграющие, это длинные, долгие деньги. В стране их сейчас просто нет. Длинных, дешевых самое главное. Как мне один знакомый говорил, что раньше у нас было 2 беды, это дураки и дороги, 2 д. Сейчас у нас 3, да. Это длинные, дешевые деньги. Вот это проблема, да. Особое мнение коммерческого директора газеты «Репортер» Владимира Маматова мы сегодня слушаем. На сайте в разделе «Анонсы» есть один вопрос тебе. Я не прошу тебя на него ответить. Тебя, конечно, как всегда спрашивают, сколько платит Вятич. Это ужасно. Сколько платит Вятич за то, что ты его славишь? Но у меня вопрос другой. Я здесь видела интересный посыл от одного из наших юристов по поводу пива Трифон. Да, я понял, да. Якобы оно оскорбляет чувства верующих. Посыл юриста. Мне хотелось бы побеседовать, конечно, с этим юристом подробнее. Ты можешь это сделать, ты же понимаешь, о ком речь. Ну да, догадывайся. Ну, скажем так, никакого отношения к Вятскому и Световому, конечно же, этот Трифон не имеет. Более того, это название выскочило у ребят, насколько я знаю, в Чехии, когда они слушали Трифон. Так называется музыкальный инструмент. Три составляющих, там три площадки, да? А в пиве смешиваются три ингредиента. У них это в голове запало. Я допускаю, что упоминание Трифона и Вятского где-то им подсказало, что Трифон – хорошее имя, звучное. И музыкальный инструмент устрел. Давайте поставим на этикетку. Никакого отношения к святому. И назовите мне момент, где Вятич хоть как-то и где-то упоминает, что это в честь, имя, мамастырская изба, черный монах, еще что-то, еще что-то, количество напитков, в которых используют церковно-славянские там обороты. Если пошуцелить интернет, оно очень приличное. Ребят, разберитесь с ними. А потом уже докапывайтесь до абсолютно высосанных из пальцев вещей. И я думаю, что… Церковь как-то возбудилась по этому поводу? А я думаю, что церковь не будет возбуждаться, если она, я очень надеюсь, что не будет, и она просто даст здравую, простую, ясную оценку, что, чтобы не вводить в заблуждение верующих, не устраивать непонятный разговор, просто отметят как-то, что это не имеет отношения к святому, напишут латинице на этикетке. Ну, я не знаю, такие вещи, да, все. И этот вопрос будет исчерпан. Ну, мне кажется, оптимально. Мы сейчас прервемся буквально на одну минуту, напоминаю, это программа «Особое мнение», его сегодня высказывает Владимир Маматов. Программа «Особое мнение» в эфире, Светлана Занькова, микрофон, напротив меня, Владимир Маматов, коммерческий директор газеты, репортер Света, третий раз повторяешь, да, давай. Болотя, для тех, кто только что подключился. Ты, кстати говоря, как добирался до нас, успешно? Пешком. Так, ну, дай свою оценку, окружающая среда. Я был в шутке недалеко. В окружающая среда слякоть, падающий снег, шарахающийся от падающего снега пешеход. Обычная вязкая погода. А вот в эту, как ты думаешь, вот в такую погоду мы можем ожидать традиционный рейд правительства в главе с Рио во дворы нашего города? Сколько прошло времени с последнего рейда? Не припомню. Вот. Видишь, какая-то вопрос... Давненько, да? Вот что-то тут с традицией как-то под Кузьмилей, по-моему. То есть, потому что пару-только раз он прошелся. Мы запомнили эти фантастические совершенно зрелища. Прекрасный шезон. Огромное стечение было пресса. Нет, Игорь Вадимович прекрасный, совершенно в шарфе, в кепке, на фоне. И живой, разговаривающий, душевнейший человек. У меня прекрасное впечатление было. Он пару раз прошелся, объяснил невежественным этим управляющим, что в принципе надо работать для людей. Я полностью поддерживаю. Работа для людей – это обязанность каждого руководителя. Но надо, как говорил один товарищ, который не хочется вспоминать, но очень известный Игорь Вадимович, что единственное свойство руководителя – это отвечать за обещания. За выполнение своих обещаний. Все, больше у них дорогие задачи нет. Вот Игорь Вадимович объяснил коммунальщикам раз, объяснил два. То ли они поняли его, то ли не поняли. Но традиции, видимо, не сложились. Мы его не видим уже недели, две или три, наверное. В такую слякоть, если он выйдет, ну тут нужны, во-первых, нужна хорошая обувь, потому что так в легкой уже не пройдешься. Ну и да, надо расчистить какую-то, может быть, расчистить какую-то площадку для губернатора, где он сможет красиво, хорошо сделать еще раз. Но в принципе, если как традицию это делать, нужно просто участок какой-то определенный, закрепиться губернатором, чтобы он там раз, две, три недели ходил туда. То есть там, и там можно специально даже устраивать какой-то такой полигон, на котором специально не будут прибираться. Но это будет зрелищно, очень интересно. Такая история, как сейчас на улице, наверное, трудно случайно завернуть во дворы, правда? Ну, в дворах то, что творится очень плохо, творится в пригородах очень плохо. То есть, ну, я совершенно уверен, что сколько там получили на дороге, миллиарды, сто, по-моему, какие-то хорошие деньги. Я абсолютно уверен, что эти деньги будут рачительно, внимательно, в соответствии с гоствами потрачены. И в самое ближайшее время мы увидим картину просто дорожного рая. Ну, не просто так тебя на самом деле спрашивают, потому что, еще раз, Игорь Владимирович говорил не раз, что он будет инспектировать дворы, инспектировать дороги. И, правда, как-то странно, что в это время, когда на улице творится черт знает что, а оно творится, все видят. Ну, минимум, другие дела. Будем предполагать... Никого не видно. Так, может быть, кого-то вместо себя? Вот это... Ведь мы же все отмечали в этом году, что в связи с походами в Рио во дворы стало чище. Да, конечно. Отмечали? Конечно. Ты можешь тоже подтвердить это? Ну, в тех дворах, где он ходил, я уверен, там не были пара. То есть, если бы клонировать... То есть, ты хочешь сказать, закончилась эта история с публичными... Я понятия не имею. Во-первых, зачем он начинался, я не знаю. Кто идею эту подал, зачем это было сделано, в каком формате это должно существовать. Я не представляю себе этого. Это совершенно не моя епархия. Но если бы Игорь Владимирович клонировать, и порядка 500 губернаторов бы бегали по Кирову и приводили в порядок дворы, я считаю, город бы засвел запах прекрасного совершенно. Но пока эксперименты не привели к результату. Мы не можем с ними это делать. Это Владимир Маматов, его особое мнение. Вот смотри, какое интересное предложение выдвинули депутаты от фракции ЛДПР в Государственной Думе. Они предложили лишать сенаторов мандатов за утрату связи с населением и 30-дневное неучастие в работе. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Свет, я тебе даже не представлю, что эта новость ужасна, потому что она, наверное, популистская. Ну, они, видимо, хотят перещеголять Папу Римского, в смысле Ваня Вольфовича, который у них за Папу Римского, и сделать что-то, ну, опять что-то сделать. А только эпатажно, однозначно. Что вот, как они предполагают, что значит 30-дневное, там, неучастие или отрыв от народа. Что, я не понимаю этих формировок. Это детальная, юридически должен быть проработанный документ, где оговариваются условия, при которых пойдут ли на это депутаты. Но если они в здравом умеют твердой памяти, не пойдут. А я тебе не зря этот вопрос все-таки задаю, несмотря на то, что на твою фи, там, на фейсбуке, да, в момент переписки. Ты чувствуешь, как активизировались депутаты от ЛДПР на всех уровнях? Ну, да, видимо, разнарядка прошла, потому что партия, Вадим Вольфович, Владимир Вольфович стареет, раз, стареет, стареет, и стареет. И его, бывая, харизма, на мой взгляд, она нам гасает, и времени на то, чтобы Вадим Вольфович своей железной рукой направлял. Покази, сейчас приедет на поезде-то Владимир Вольфович. Ну, Радик, он еще может приехать, может быть другой. Найдет тебя? Ну, иду, с радостью, с радостью. Харизму свою, как покажут. Помиримся, харизму, помиримся. Но, я не знаю, у ДПР молодцы, у них, в каком плане молодцы, у них выстроена агитационная конструкция. За ней нет ничего, абсолютно ничего реального за ней нет, быть не может по очень многим причинам, как и практически за всеми нашими партиями. Но агитационная машина выстроена прекрасно. Есть образ вождя, есть ясный слоган, есть цветовая гамма, есть четкие совершенно указания. Поймать, обезвредить, заковать, распределить, обеспечить. Все. То есть, то, что Единая Россия делает в мягкой форме, оформленной еще в казенной стилистике, то ВДПР гонит как такой практически правдорубный. Ну, этот стиль уже достал. Он уже на вяз зубах, и они будут сейчас тихонечко-тихонечко терять проценты своих. Они очень хорошо взяли на этих выборах, на прошедших, очень хорошо взяли. Ну, там, если бы не ошибки коммунистов и СССР, то, может быть, все не так сважилось. Но там вопиющие ошибки были, конечно. Ну, вот, то есть, нет, прекрасные УДПРовцы, пусть они занимаются. Они, вот, если смотреть, то есть, больших популистов, чем УДПР, я не знаю об этой стране. Ну, коммунисты, ну, там неконкуренция у них. За ними стоит многолетний, десятилетий длящийся миф такой, да. Ну, они используют его. Ты замечаешь, как действительно и коммунисты в лице Сергея Павловича Мамаева сейчас с какими высказываниями и с какими действиями выступают ЛДПРовцы. Только справедливо, Россия не слышно. Какими ты предвидишь наши выборы ближайшие в областной законодательное собрании? Почему так? Ну, во-первых, законодательное собрание у нас будет через пять лет, да. Областной законодательный ЗАГС? Да, ЗАГС будет через... Ой, Гордума, да, конечно. Гордума и губернатор. Гордума скучнейшая, губернатор скучнейший. Скучнейший, невыносимо скучный, потому что всё уже определённо в этот раз. Да, всё ясно. То есть, я категорически сомневаюсь, что какая бы то ни была реальная конкуренция Игоря Вадимовича будет. Её не будет. Абсолютный аналог Вадима Вадимовича Путина, который гарантирован 100% можно подписаться. Только невероятное какое-то вмешательство, невероятные события могут изменить ситуацию. Их, скорее всего, не будет. Они редко бывают у нас. Он выберется. Также выберется Игорь Вадимович. Вопрос только в явке Игоря Вадимовича, конечно. Тут интересно. Какую явку сумеют обеспечить теми методами, которыми постараются это сделать, не знаю. Не знаю, просто не знаю. Медийной активности новой команды я не вижу. Я не вижу никакой реальной подготовки к избирательной кампании. Мы в мае, на самом деле, почувствуем. То есть, вообще, будет что-то делаться, не будет ничего делаться. Ну, спустят разнарядку. Бюджетников аккуратно направят к избирателям урнам. Колхозники проголосуют. Строим, соответственно, как они привыкли голосовать. Значит, рабочие строим, как они. Но их очень мало. То есть, явка может быть очень мало. А задача по явке поставлена? Я не знаю. Она поставлена по явке Путина. Вот в чем дело. А по явке Путина, ну, это даже не задача, то, что сейчас мелькают во всех СМИ, там, Кремль выступил. Ну, сам Путин ничего не говорит. Поисковый заявил, что еще что-то заявил. Там, кто еще что-то заявил. Источник Кремля заявил. Это еще что-то. Поток этих новостей, конечно, иногда достает. Но судя очень проста. Это, грубо говоря, камешек, брошенный в круг. То есть, люди просто, они заявили, что будут увеличивать явку. И смотрят на реакцию. Вот как на это предложение отреагируют те и те. Кто это подхватит, кто наоборот будет саботировать. Ну, и будет более-менее понятна стратегия, которая не придерживается. Ну, Игорь Вадимович выберется. Городская дума будет абсолютно, скорее всего, там уже более-менее определено назначено, кто будет, где, по каким округам. Ну, будут попытки коммунистов смешные, на самом деле. Я не представляю, что они вообще выдадут. В ДПР, кстати, опять же, можно взять что-то по партийному списку. Ну, и наша, единая наша Россия, естественно, конечно. Правильно я тебя понимаю, что Игорь Владимирович Васильев идет на выборы, они уже об этом объявили, и он получил одобрение? Ну, он неоднократный, причем лично мне он дважды заявлял, что на этот выбор пойдет, со словами, что я там клясся вам должен. Ну, не должен он клясся, конечно. Это значит, что его одобрили в администрации президента, в других структурах, которые проверяют губернатор активность. У них нет вариантов, я очень сильно боюсь, что у них нет никаких особых вариантов. Для Кировской области, конечно. Ну, точнее говоря, для того, чтобы найти этот вариант, нужно прилагать усилия, думать, что-то делать. А зачем? Не для нас? А зачем? Мы не тот регион? Да не в том, что мы не тот регион. Васильев для Кирова вполне нормальная фигура. Вполне нормальная. Почему так считаешь? Почему? Да потому, что он не хуже многих и многих и многих. Это аргумент? Абсолютно. Абсолютно. Потому что человек договороспособный, человек достаточно сообразительный. А, подожди, договороспособный с кем? Я думаю, что практически со всеми. С кем он договаривается? Если он заинтересован в процессе, он договорится. Я уверен абсолютно. То есть, если интуиция меня не подойдет, то человек, который способен действительно вести какие-то коммуникации, устраивать какие-то истории, все нормально. Нет. Тут у меня никаких сомнений в этом нет. Менять его на какого-то другого москвича, я не говорю уже о кировских кандидатурах. Ну, с кировскими кандидатурами вообще бы я был на месте Москвы патологически осторожен. Потому что, если взять любую практически из известных кировских фигур, ну, есть пара-тройка человек, которых можно сделать губернаторами, вместо Василия Врукна. Но при этом... Например? Это крепостнов, Ленщук. Их можно сделать губернаторами? В принципе. Но беда заключается в том, что явка на выборах крепостного будет очень низкой. Очень низкой. Очень ниже? Ниже, чем у Василиева в этом все дело. И я думаю, что это знает и крепостнов, и знает и Василий. Ну, Олег Дорианович, любимца моего, с которым я работал, уж ничего говорить не буду. Вот. Дай им Бог здоровья. Ну, и вот и все. То есть, и Москва, глядя на эту ситуацию, а зачем? У них есть абсолютно подконтрольные Москве, понятные, ясные, много лет проработавшие в команде Василиев. И менять его на кого-то, с кем они... Зачем это делать? Я думаю, что у Василиева нет никаких проблем с коммуникацией в Москве. Второй вопрос, который возникает у людей, которые звонят или рассуждают здесь, в студии, это как надолго придет Игорь Владимирович в Кировской области? Сие есть загадка велика. Потому что, в принципе, ему ничто не мешает, поддержат. Ну, до 2018 года, то есть, до выборов. То есть, он должен будет обеспечить высокую явку на выборах. Я предполагаю, что... Ну, я не вижу пока никаких объяснений логических других. То есть, да, в 2018 год он, скорее всего, должен обеспечить явку. Все. Это его основная задача. Дальше он останется здесь? Ну, прекрасно. Не останется, мы будем посмотреть. Вот и все. Прервим сейчас на две минуты. Буквально у нас реклама напоминает особое мнение Владимира Маматова. Особое мнение. То есть, дальше начнется какая-то цепочная реакция. Год, два, три, может быть, и все. Рассуждаем. Рассуждает Владимир Маматов в прямом эфире. Это его особое мнение сегодня. В прерыве, конечно, мы не прекращаем разговор. Но тут... Я этот вопрос не буду выносить на повески. Да, я согласна с тобой, да. Который мы с тобой обсуждали. Да. Хотел поговорить про твой любимый Питер. Про противостояние... Я подписал это письмо. Какое письмо, скажи, пожалуйста. Я подписал письмо, которое размещено на какой-то... Где-то у них на сайте за... Ура Ченич? Нет? Ну, я не помню. Не важно. На каком-то сайте. Который вроде бы чего-то значит. Это первый раз в своей жизни, когда я подписал общественные документы. Со мной случилось очень странное. Потому что я родился и первые шесть лет прожил в метрах в трехстах от Исаакиевского собора. И это у меня как в детской песочнице стоит, да, там этот грибок. Да. Вот у меня Исаакиевский собор, вон у меня бессайник, вон термитаж, вот тут Александрский сад. Это вот все мое. Это просто я там гулял. То есть и вдруг эти люди заявляют, что это не музей, а это церковь. И тут возникает у меня скромный вопрос. Ну, во-первых, и Петровский заявил в своей эфире по этому поводу. Ну, там ребята собирали какие-то митинги. Я против передачи Исааки в собственную церковь. Против по, сразу по нескольким причинам. Во-первых, мы видим отторжение, реакцию из-за стороны общества. Как бы, что бы ни говорили и кто бы ни говорил, негативная реакция достаточно сильная. Раз. То есть церковь, как сложная очень организация, но в основе которой должно, по моему мнению, лежать все-таки внимание к душевному состоянию людей. А про духовное я ничего говорить не буду, но, по крайней мере, душевное. Она должна сделать все для того, чтобы этот конфликт угас. Ну, ты же читал исказывание Патриарха Московской и всей Руси Кирилла, который назвал передачу собора символом примирения. Ну, я не хотел бы спориться. Он выглядит сейчас как символ примирения? Нет, он не выглядит как символ примирения, потому что когда передача символа примирения вызывает антагонизм в обществе, это не символ примирения. Это символ чего-то другого. Я предполагаю, что это символ раздора. Это первое. А второе, несколько, видимо, неточной информации располагает Патриарх, потому что кто-то не совсем его хорошо проинформировал. Никогда, ни при каких обстоятельствах, касается собор не его в собственности РПЦ. Он был построен государо-императором, то есть бюджетом. И чтобы не углубляться, церковь в России, она вынуждена была так сделать. Она где-то, наверное, с раскольников, да, с 17 века существует в атмосфере симбиоза с государством. Очень сильная симбиоза. Но и то, что большевики решили отделить все время государство от церкви, более чем интересный жест. И именно, если я правильно помню, церковь по-прежнему отделена. Поэтому хорошо бы действовать во всех этих ситуациях очень-очень-очень аккуратно. Потому что из озабления людей в этих вопросах, из их непонимания, на котором, конечно, будут играть все коммунители, ничего хорошего не вырастет. Это и к церкви, и к тем, кто против передачи Исаакия. Этот вопрос надо методично, спокойно, не спеша рассмотреть. Как? Я думаю, что собраться тем, кто против, тем, кто за, собраться с властями, не спеша выработать поветочку, подумать. Потому что увольнять 160 музейных работников сходу, это как-то совсем уж по-нашему. То есть давайте все выкосим, а там посмотрим, что будет. Но решение тоже принято. Но решение Полтавченко принял. И, насколько я знаю, не информируя Путина. Это в последнее время появилось? Совершенно правильно. То есть, соответственно, сейчас вся ситуация на рассмотрении Полтавченко. И мнение будет Полтавченко уже составлено, как он себя поведет. Я думаю, что Полтавченко примет правильное решение. Какое? Передаст. Почему? Совершенно не обязательно. То решение, которое всех устроит. А устроить? Да, не так все просто на самом деле. Потому что передача Исааки какой-то знаковый момент. Такой, ну для меня, по крайней мере, очень знаковый. То есть, это лишь же мы действительно делаем какой-то достаточно такой опасный шаг в сторону клирикализации общества. Лишь мы это делаем. Может быть, этого и добивается РПЦ? Ну... Поставить такую жирную точку? Ну, РПЦ, ее позиции, они базируются целиком полностью на том факте, что поддерживает государство РПЦ. Скажи, задача вот какая сейчас у церкви, просто и православной? Вот эти все действия по передаче, в том числе и храмов, которые никогда не принадлежали церкви, да, и серьезных и значимых объектов. Задача какая стоит? Нет, ну задача, в первую очередь, конечно, утвердиться. То есть, доказать, что они представляют себя серьезную силу, с которой стоит считаться, что они способны... Потому что для... Ну, я говорю, передача Исаакия, например, да, это зрелищная, сильная вещь. Это серьезно. Это фактически храм Христа Спасителя построить, извиняюсь. Ну, то есть, да, сильный жест, мощный жест, но... Если этот жест будет сделан, потому что храм Христа, он восстанавливал... Это справедливо было, потому что он восстанавливал. В Сунице был взор, но там была абсолютно все понятно. Мы пытались вернуть так называемую историческую память. А что мы делаем с Исаакией? Мы доказываем, что государство нас поддерживает, церковь, в смысле. Ну, церковь должна существовать сама по себе, независимо от государства. Если Исаакий будет передан? Ну, для меня это будет печально. Не только? Да, потому что это будет означать, скорее всего, что в большей степени в нашей стране придется считаться с формальностями, и церковь, на мой взгляд, больше отойдет от своего источника, чем сейчас. То есть, сделает еще один шаг в сторону. Но это не совсем правильно. Владимир Маматов, его особое мнение. Еще одна новость, она касается марша памяти Бориса Немцова, который собирается провести в Кирове. И предложение было от организаторов марша пройти традиционным маршрутом от Театральной площади до Вечного огня. Власти же предложили провести маршрутом по несчетной стороне улицы Заводской. То есть, Заводская улица на Налепсе где-то, да? Нет, Заводская улица идет от Старого моста, вот туда вот. А, ну да, 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 да. Дальше и дальше, и дальше. Да, да. То есть, от моста и до ГАИ. Там у нас маршируют Немцова. Ну, в принципе, зачем так вас делают? Вот я не понимаю. Обоснование, что проведение этого марша вблизи образовательных учреждений и спортивных, невозможно, согласно законодательству. Ну, я не специалист в юридических вопросах. Ну, просто интересно, все остальные вот какие-то шествия, которые организуются в светлые памятные дни, например, 9 мая, они как-то сильно отличаются от маршрута? Ну, все, это нужен юрист, который досконально разбирается в законодательстве и в правоприменении, но вот что попытки загнать под стол Навального, да, и все эти марши как-то тоже загнать куда-нибудь так, чтобы их было не видно, они, с моей точки зрения, ну, они лишь показывают, что ты слаб, то есть ты не можешь позволить рядом с собой находиться никому, кроме людей, которые гарантированно совершенно обеспечат тебе приятное настроение. Бога ради, пусть бы эти люди, немцовцы или немцовки маршировали бы, ну, помаршировали, сколько их там наберется, 200 человек по херой, да, Бога ради, пусть они несут там свои вознаги безумные и все остальное. Мы посмотрим на них, они посмотрят на нас, все, они легитимны, пожалуйста, пожалуйста, это не вызовет никакого интереса. Это и Навальный, и немцов, все остальное, вот то, что называется, позиции, там, та-та-та-та-та-та-та-та, ну, это... Зачем тогда это делается? Если ты вообще... Это механика, я думаю, что это механика, то есть самый простой вариант, давайте запретим, это не создаст нам никакой опасности, то есть такой же человек, который ничего на самом деле не решает, но следует какой-то циркуляру, он посмотрит на кто-то из Москвы и скажет, все нормально, все нормально, циркуляр выполнен, да, то есть бюрократическая система, она тема прекрасна, что там не надо думать, у тебя есть распоряжение, закрыть все, ты закрыл все, надо это, не надо, с чем это связано, какое-то смысл несет, это не играет никакой роли читательства, никакой его смысла, никакой роли все это не играет, это бред, просто большой, квадратный, психиатрический, по сути, бред, но он нормальный, так существует все общество. Российское. Конечно, да и любое, на самом деле, абсолютно любое, ну что ты. У нас время программы подошло к концу, я напоминаю, что это было особое мнение Владимира Маматова, коммерческого директора газеты «Репортер». Спасибо тебе, что пришел. Ну, это тебе спасибо. Я с этим вам занюю. Прощаюсь с вами, до свидания. Удачи. Спасибо.